так по поводу воздействия вопрос возник во время грыж у человека да но во-первых рознь там очень много разных стадий шарик у нас смотрите как идет в основном 90 процентов грыж они встречаются вот либо в нижней части поясницы до либо вот нижней части шейного отдела до основной там 10 процентов из них но вообще 8 процентов это именно 345 сочинение значит как мы воздействуем мы воздействуем в области лордоза на скручивание то есть по сути мы же грыжу в этот момент не провоцируем мы ее только растягиваем исключены а на область грудного отдела мы воздействуем нажатием скифозы в позвоночника да далее чтобы не повредить при грыже мы же еще дополнительно растягиваем вот так по диагонали получается и смотрите сами предостережение первое если грыжа в острой фазе пациент об этом знает ему больно вообще ничего делать то есть это область просто входить здесь можно сделать делать подпередите пока там проходит уколы все это пройдет до утихомились только после этого во вторых ну некоторые врачи и запугают что там три миллиметра грыжа операцию на самом деле еще до 45 даже миллиметров от считается протрузия все-таки не грыжи когда уже что значит есть начинает уже разрываться уже начинают выходить в поздно ядром секвестр там всякие появляются провисать начиная да это же как правило происходит в этом 8 миллиметров 11 12 миллиметров тогда ничего нельзя уже делать это уже все тогда вы только можете разрушить но если вот это выбирание выпячиваем грыжевое да давит на корешок нервный то соответственно но принесет уже индивидуально у кого-то там мягкое давление вот в сторону и вы в ту сторону его разжали раздавили вот не раздавили как сказать снули мышцы вот эти до мелкие коротенькие и у него это напряжение давление на крышок ушло а у некоторых людей бывают сильного тогда вы можете ну как бы не то что вредит усилить эту боль ну тогда вот ну как сказать может туда глазами не залезем пальцами так тоже нельзя очень глубоко залезть никак не это все ошибку некоторые там тоже мастера такие есть говорят вот я тебе там остальную грыжу то брать или банка и банка все этим грыжу убрал да вы не представляете асисты отростки позвоночник туда-то позвоночника еще за 7 метров пять туда и грыжу только там вы туда вообще руками и не знаю все получается вызвать руками это практически невозможно руками пальцем никак не нащупываете а диагностика тоже может проверить как мы знаем что прежде всего вот эти вот три сочинения до 5 с 1 до вы знаете 5 это нижний пояснице позвонок с 1 это верхний крестцовый позвонок крестец просто вот находится это место да и просто вертикально надавливаете и спрашивается больно или нет от нажатия то есть и проверяется больно пациенту вам скажет где болит сверху где вдавлю понятно если дали что все добры да или там внутри да по словам скажут болеет больно пальцем но вот а внутри не чувствую значимых же нету можно когда садился на ноги на столе лежали ноги а он садился вертикально вот так сгрыжу человеку так прямой угол не сможет сделать вымешать начнет это угибаться вот поясните дальнюю больного не сядет тоже как вот вам диагностики а там ногу берете под коленку и поднимаете этот вопрос придерживать мягко пока мягко проверяется если грыжа у нас сразу начнут будут более стрелять вот сюда и нарваться эти ягодицу да не прям сейчас имеет вот в этот процесс он скажет чуть-чуть может так проверить какая-то боковая выжу до одну ногу вторую или две сразу да вот так вот назад понимаете ну тут некогда сил конечно узнать и проверяется не кричит ничего значит данный момент у него нет ни грыжи не обостренность состояния да то есть грыжа может быть но нет обострения добавлять обострение да опять же можно на 4 миллиметра может она там кстати да бывает так что человеку ставит грыжу там миллиметров 67 а он сам не знает она у него там чуть-чуть уходит уже становится 3-4 миллиметра понимаете за счет растяжения можно гимнастику начал делать да может на какие-то там плаван при работе стяжения позвоночника такая штука даже много вопросов еще раз не ноги закрепляешь и переворачиваешься на на стяжении позвоночника это очень хорошо это очень именно вверх ногами как раз очень хорошо помогает но тут вопрос том что надо потом очень медленно вставать то ли да никто резко это делают у вас слишком растянуты сухожилия когда обратно скрепляет может защемить поэтому обязательно вставать медленно да и вот эти методы плавания растяжения провисит этот народ но там как они чему правило вот может слышать такое такой как раз металлические грудно ставится на цепях руки ноги подвешивают человека и он туда уже в одном низ провисает там может и куситься там по-разному можно это все помогает устроить ну не устромить не будем так говорить дать осторожнее уменьшить до расширение грыжи сократить ее чуть-чуть на сколько-то но даже у меня был один человек который плавал посоветовали плавать он плавал так усердно так усиленно что что потом жалуется спина болит что с ними делал и он поищем проблемы он оказывается так плавает настолько усердно но видимо прогибался так слишком сильно в воде да что там не контролировал не знаю что ты делал неправильно ему все время болел пояснице я вам сказал это плавать начни быстро ходить вызвался быстро ходьбой а он такой фанат ну скажешь плоти он плывет нам час-два он только плавает скажешь ходит он ходит и ходит и ходит и ходит и ходит каждое утро теперь ходит хвастается и говорит и все спина прошла вот то есть то есть еще некоторые клиенты они даже делают неправильно какой-то что видимо слишком сильно прогибал себе поясницу так сейчас мы разберем некоторые нюансы